История секретаря Великого князя Михаила Александровича Романова, Николая Джонсона. Более 100 лет была сокрыта какими-то недостоверными фактами, но практически 100 лет назад Михаил Александрович Романов и Николай Джонсов вместе с приближенными прибыли на Пермскую землю. 21 марта исполнилось Николаю Николаевичу 140 лет. Занимались 20 лет как руководитель программы династии Романовых «Пермский период». Наконец, в прошлом году, что называется, открылись шлюзы, хлынула информация и мы знали такую удивительную совершенно факты и события, которые позволили сделать микросенсацию. Нужно сказать, это случилось благодаря тому, что я написала одному из сотрудников нашей поисковой команды, которая с 2012 года занимается поиском останков великого князя Михаил Александровича Романова Мику Свиндлсу. Он позвонил в замок Небвард, где Михаил Александрович в течение 1913-1914 года проживал вместе со своей семьей Натальей Брасовой, сыном и его свитой. И вот архивариус замка Небвард в Англии отправил мне совершенно неизвестные ранее фотографии. Но самое главное, он познакомил меня с внучатым племянником Николая Джонсона Владимировичем Быстровым, которые проживают в Праге. В прошлом году во время поисков Владимир Владимирович прибыл в Пермь и поделился совершенно уникальнейшими данными и информацией, которые собирала семья, проживающая в Таиланде, в Санкт-Петербурге, в Италии, в Германии, в США. И благодаря этому мы имеем на сегодняшний день совершенно уникальную информацию. Как мы знаем, во всех источниках, которые писали о Николае Джонсоне, и даже у нас есть поклонный крест, который в 80-е годы установил наш пермский скульптор Рудольф Веденеев, который посвящен как раз этим памятным трагическим событиям, там написано на кресте, что установлен он в память о великом князе Михаила Александровича Романове и секретаре Брайане Джонсоне. И вот как оказывается, получив эти сведения из Чехии, что секретарь великого князя он и не Брайн, он и не Джонсон, он и не англичанин, как писалось во многих источниках. Ссылаясь на те архивные данные, которые предоставил Владимир Владимирович Быстров, мы теперь знаем, что Николай Джонсон был русский офицер, христианин и офицер, который служил уже в четвертом поколении во славу, что называется, Отечества. И фамилии точно так же. То есть предоставленные данные, они подтвердили, что четыре поколения Джонсонов во всех официальных документах, они писались именно как Джонсон. А в дневниках и в письмах Николая II, Михаила Александровича, мы встречаем Джонсон. И получается на сегодняшний момент так, что мнения разделились как среди родственников, так и среди исследователей. И думается, что в этом году этот вопрос, родственники, которые приедут в Пермь на памятное событие, наверное, попытаемся его решить уже совместными усилиями. Но, кроме того, как я сказала, что открывшаяся новая информация касательной самой биографии Джонсона и его пребывания с великим князем, открыла еще одну интересную страницу. В Перми существует одна единственная фотография, где Николай Николаевич стоит рядом с великим князем. И эта фотография абсолютно повторяется во все источниках, и электронных ресурсах, и порталах, и в печатных, и в музейных, архивных экспозициях. Указывается, что рядом с великим князем стоит Брайан Джонсон или Николай Джонсон. Но, опять же, информация, которая собиралась в течение многих лет, сейчас мы точно знаем, что рядом с великим князем находится никто иной, как полковник Петр Людович Снамевский. Это полковник жандармской полиции, который был точно так же выслан в Пермь. 17 марта они прибыли в Пермь, как я уже говорила, сопровождаемые шестью членами охраны конвоя. Ну, надо сказать, что Петр Людович Снамевский был, вот эта информация абсолютно для пермяков, я думаю, что новая, Петр Людович Снамевский был полковником, и он очень был обожаем и уважаем простыми людьми в Гатчине. И даже когда произошел переворот в 1917 году, то есть у офицеров были, они были арестованы, было отобрано оружие, но у Петра Людовича рабочие, крестьяне не только не тронули, они даже не изъяли оружие. И что ему пришлось самому отправиться в вторический арест к Киренскому и пытаться выяснить, что же делать ему дальше. И после того, как Петр Людович был арестован, он был отправлен в Пермь, то Вера Михайловна, его жена и пятилетний сын, они находились в некотором финансовом, очень сложной ситуации финансовой. На что рабочие, опять же, Гатчинские, собрали 3000 рублей для того, чтобы Вера Михайловна могла отправиться в Пермь. Что она и сделала. То есть она отправила Пермь вместе со своим сыном и своей подругой Серафимой Семеновной Лебедевой, которая была служащей телеграфной станции Санкт-Петербурга. Поскольку был страшный город, то Серафима Лебедева пыталась просто подкормиться на Перми, чтобы перед какое-то это сложное время. Ну, нужно сказать, что Михаил Александрович Романов в Гатчине не так часто видел с полковником Знамировским, но в Перми они встречались ежедневно, и не только просто общались. Посещали кинотеатры, ходили в музеи, различные прогулки были очень длительные, которые в своем дневнике описывает Михаил Александрович. Но и Петр Людмилович вел отчетность, то есть вел переписку, помогал Николаю Николаевичу Жонсону в этом. И то есть вот это имя сегодня в истории и на карте нашей города, оно пока никаким образом не обозначено. Но на самом деле это был совершенно уважаемый офицер. Вообще, Людмила, ровно сто лет прошло. 8 марта был указ Ленина, да, их сюда отправить ссылку. Они прибыли в Пермь какого числа уже по новому стилю? В Пермь они прибыли 17 марта 1918 года. То есть сто лет и пять дней. Сто лет и пять дней, да. И, значит, как бы спецоперация по поиску, они как бы пропали, да, и большевики начали их сами как бы искать, да, их. Ну вот эта история, она совершенно детективная, поскольку это было, наверное, просто... Это уже было в июне. Да, то есть с 12 на 13 июня по подложному акту на арест они были вывезены из гостиницы Королевские номера, это Сибирская 5, вывезены в сторону Балмошной сегодняшней территории, и расстреляны. Первым был расстрелян Николай Джонсон, поскольку они пытались устранить сопротивление при расправе над князем. Но самое интересное, что буквально на следующий день в публикации, в известиях Губчака была публикация, в которой говорилось, что якобы прибыли неизвестные в гостинице Королевские номера, и выкрыли их, и увезли в неизвестном направлении. Затем была следующая публикация, в которой говорилось, что обвиненные в содействии в побеге были арестованы. И арестовали как раз из Номировского Петра Людовича, его жену Веру Михайловну, и даже пятилетнего Константина, и водителя Барунова Петра Яковлевича, и его коммергинера. То есть все, кто прибыл вместе с ним, они были арестованы точно так же в обвинении в организации побега Михаила Александровича, и еще 37 заложников, которые к 9 октября все были расстреляны. И даже члены охраны, которые из Гатчины сопровождали их. Людмила, я знаю, что... Любовь, любовь. Ой, любовь, извините. Значит, как ЧК начала проводить спецоперации, до сих пор проводит. Но я знаю, что вы как раз наоборот за Путина. А ну вот здесь парадокс. Видите, ЧК, как он сто лет Россию насилует. Это я так... Это не вопрос к вам, это моя реплика. У нас осталось две минутки, буквально, любовь, когда будет, значит, понятно, что будут в июне мероприятия, а ближайшие в марте, в апреле будут? Вы имеете в виду мероприятия, приуроченные в 100-летие памятным событиям. Самое удивительное, что в марте прошло очень крупное мероприятие, это акция «Жизнь за цель», посвященная 140-летию Николая Жонсона. И в ней приняли участие не только пермики, то есть мы были у королевских номеров, у нас прошло мероприятие в оперном, поскольку Николай Николаевич был очень больно одаренным человеком и играл на фортепиано, и они вместе какие-то произведения исполняли с Михаилом Александровичем. И я написала всем родственникам, с которыми я переписываюсь, их уже более 30, и эти же памятные события прошли в Таиланде, в Вашингтоне, в трех городах Америки, в Англии, в Санкт-Петербурге и в России, в пяти городах. Далее, если говорить о нашей программе «Династия Романовых» в Пермский период, то в следующем месяце у нас будет круглый стол, посвященный как раз всем приближенным, которые помогали, либо погибли здесь, кто был рядом с Михаилом Александровичем. А 12 июня будет, естественно, покаянный крестный ход, будут какие-то концертные выступления, и приедет более 15 родственников. Но все, кто хочет пока материалы будущего музея увидеть, приходят к вам в библиотеку, и вы покажете всем, если что. Ну, это очень сложно. Во-первых, у нас есть такой сайт, как виртуальный музей Михаила Романова, который ведет Димов Вячеслав Анатольевич. Там практически собрана вся имеющаяся доступ информации. Затем мы проводим такую акцию, как, опять же, виртуальный музей, и у нас проходит флешмоб, где молодежь посещает все здания исторические, которые Михаил Александрович посещал и дружил с какими-то нашими пермскими именитыми людьми. О них тоже можно будет изучить. А библиотека может предоставить, естественно, и литературу, и видеоряд, и фильмы, которые посещают. Ну, у нас еще есть красная линия, там, где участники колеси могут услышать всю историю любви. Да, любви. Его, значит, марганетические братья, да. Любовь, спасибо вам большое, спасибо вам за эту страсть, что поддерживаете этот огонь. Вот, и покажите ваш любимый экспонат, вот из тех, что сегодня принесли с собой. Ну, самое интересное, что Николай Николай Джонсон прославлен в лике святых русской зарубежной церкви за рубежом. И его икона была написана с этой фотографией. Но поскольку я в августе написала отцу Андрею Тайсону настоятельно храма Колчестера, где она находится, то, благодаря, опять же, Быстрого, который доставил фотографию в Англию, сейчас вот эта икона Николая Николаевича Джонсона прославлена в лике святых русской зарубежной церкви. Переписана под настоящее изображение. Там была путаница, да. Вот теперь вот он настоящий здесь, в лике святого. И это хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо.